Всем доброе утро. Хотя, брох, какое доброе утро. Два часа дня. Я на работе. Короче, для меня это ранний подъем, короче, на работу к двум. Я, да, я. Рада вас всех видеть. Всем привет. Аню, привет застал тебе, пишет мне Михаил. Спасибо. Я рада тут тоже, что мне удалось найти в себе силы и время, чтобы немножечко с вами поболтать. Привет, Тигра Мурик. Привет, все вновь присоединившиеся. Я так рада всех вас видеть в своем эфире. Прическа супер. Прическа называется... Я помыла голову пару дней назад и не причесывала. Вот. Собственно говоря, матушка природы, большое спасибо за то, что я могу себе позволить неделями не причёсываться и получать комплименты. Насчёт причёсок. Вот. Так вот. Такие дела. Просто вышло вас поприветствовать, мои друзья дорогие. Сейчас реже удается в эфир выходить, потому что чё-то как-то не всегда хватает сил и времени. Чай завариваю, чтобы ученица пришла и напоить её чаем. А может быть и не только чаем. Нет, только чаем. Я как бы уже пока на какое-то время завязалась с алкоголем, решила пить чай. Отличные пышные волосы, пишет Михаил Шевцов. Вот теперь просто не трогай их. А что сейчас? А тренировки? Что ещё делаешь? Я веду уроки. Вот и всё. Всё, что я делаю. И снимаю видео для своей крэйзи-группы. Вот я настолько проснулась, что даже, знаете, по-моему, только зуб почистила, эмоции, что-то забыла, видимо. Но ничего это мне не мешает выглядеть прекрасно. Спешила я, боялась опоздать. Такое ощущение, что я так проснулась, хотя я там ехала на транспорте, ещё шла пешочком по парку, а всё равно смотрю на своё лицо и вид такой, как будто я, короче, только встала с кровати. Заварю сейчас чай. Короче говоря, вы можете, кстати говоря, за этим понаблюдать. Такая я, маленькая девочка. Так. А я на больничном, пишет Нюмиша. Есть и плюс, могу посмотреть твои стримы не в рабочее время. А я-то думаю, почему у меня так много людей сейчас присоединяются к эфиру для частое рабочее время. И я думала, все в записи будут потом пересматривать моё видео. Но я рада, что, короче, это... Ну, я, собственно говоря, ещё могу пожаловаться. Я была на днях у стоматолога, и опять я прохожу реабилитацию. Вот. Опять всё, сука, болит. Очень жесть. Короче, надо чай заварить, пока у меня вода не остыла. Так, надо ещё выбрать какой чай. Всё делаем. Так. Хотите посмотреть, как я делаю чай? Вот, вот он, чаёк. Вот. Так. Смотрите, какой красивый чай. Вот. Алтайский, между прочим. Мы будем пить сегодня Иван-чай. Кстати, его даже можно купить, этот чай. Если кого-то это заинтересует, пишите в личку. Я расскажу, как его можно купить. Вот. Кстати говоря. Очень вкусно и помогает, когда реально зима, короче. Такая жестокая, как я. Блин, я походу... Я, короче, слишком уставшая. Всем привет. Хорошо, что у меня сегодня один урок. Я так рада этому моменту. Почему мне всегда вовремя все звонят? Я не понимаю. В личку. А что там? Рецепт чая. Нет. Алтайский чай, короче, это его можно купить. Вот. Ну, я же в Москве нахожусь, кстати говоря, если только по почте отправить. Ну, это, скорее всего, это не я буду отправлять, а те, кто этим занимается. Я просто могу прорекламировать. И вам отправят чай, если это, там, какая-то партия, наверное, вам нужна. Короче, короче говоря, пишите в личку, если вам интересен чай. Мы как-то это решим.